Приветствую вас! Сразу скажу, что мой ответ вам, возможно, не понравится, но от этого он не становится менее ценный, поэтому если вы желаете своему ребёнку счастья, то я хотел бы, чтобы вы меня послушали. Понимаете, любое сопротивление, которое вы будете оказывать ребёнку в текущей ситуации, любое сопротивление, им будет воспринято ещё более негативно. И это на данном деле только лишь подкрепит позицию человека, то есть подкрепит позицию, что я должен двигаться к своей цели, которая у меня как бы есть. Ну всё. То есть, если это действительно увлечение ребёнка, ну, просто такое, знаете, как модное увлечение, да, допустим, вот. Она пройдёт, если вы перестанете на это обращать внимание, если вы продемонстрируете человеку, да, ну, что это такое. То есть, чтобы она увидела, что её ничего не сдерживает, да, чтобы она увидела, что вот она реальность, что это не сопротивление, что это реальность, и чтобы начала с этим жить. Вот. И, как правило, когда какая-то нужда проходит, да, то человек уже, в принципе, не хочет этим заниматься. Вот. Когда, ну, нельзя использовать данные вот для того, чтобы, ну, чтобы как-то самоутверждаться и самореализовываться. Вот. Если же это то, что ваш ребёнок действительно хочет, то, опять же, с точки зрения современной психологии и современной культуры, современного отношения с детьми, вам это нужно принять. То есть, очень важно принять ребёнка таким, как он есть, любым, не важно, транс или лесбинянка. Вот. И если это сознательный вид для человека, если это действительно то, что делает её счастливой, то вам, как родителю, это нужно принять. А вот страхи, которые у вас есть, это уже ваши личные страхи, которые связаны с вашими собственными убеждениями. И это необходимо отделить. То есть, необходимо отделять одного от другого. Необходимо отделить ваши собственные стереотипы и так, и то, что вы хотите, как было, и то есть на самом деле. И если вы не сможете этого сделать, то ваши отношения с ребёнком будут только портиться и портиться и портиться. Вот. С другой стороны, вы говорите, что ребёнок с детства, там, копировал походку деда и так далее. Кто знает, может быть у этого есть какие-то психологические основания. Если это так, то нужно проанализировать отношения вашей семьи, чтобы понять, что именно вы делали не так. Всё могло повлечь за собой, ну, такую вот реакцию, такое вот поведение. Поведение девочки. Вот. Если какие-то моменты будут выявлены, то это можно будет скорректировать и, соответственно, можно будет уже, как бы, поисследовать. Дальше. Самого ребёнка можно направить также к психотерапевту. Вот. Но не для того, чтобы он переубедил её в чем-либо. Не нужно думать, что психотерапевт в чем-то переубедит человека. А чтобы помог понять ребёнку, чтобы помог понять ребёнку лучше себя. Вот это может быть как и ошибочность данного, ну, данного убеждения девочки, так и, наоборот, её правильность этой позиции. Вот. Поэтому я не рекомендовал бы вам надеяться на то, чтобы психотерапевт и психолог именно переубедить вас вообще с точки зрения, даже с точки зрения психологии, задача психотерапии заключается в том, чтобы помочь человеку раскрыть свои желания, свои чувства, свои возможности. Если это то, что является для девочки важным, то нам остаётся только это принять и помочь ей адаптироваться к жизни именно в этом контексте. Если она этого не сделает, то будет она несчастлива. Исходя из этого, вам желательно определить, что вы хотите для своего ребёнка. То есть, что вам действительно важно, что вы хотите именно для своей дочери. Не до чего вы боитесь, потому что ваш страх – это ваша ответственность. А именно то, что вы хотите для ребёнка своего. Это очень важный момент. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что, если вам даже не понравился мой ответ, всё равно не прислушайтесь ради ребёнка. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.